Родился 4 декабря 1931 года в Москве в семье военного летчика Павла Николаевича, 1905-1965, и работница авиаремонтных мастерских Анастасии Яковлевной, 1906-2004, Барашковых, детские годы Левы прошли в подмосковных Люберцах, где дислоцировалась воинская часть его отца. Как все друзья, он мечтал стать летчиком и драться в небе с врагами. Во время войны мальчишка убежал из дома и, назвавшись Круглым Сиротой, попытался стать сыном полка, но в деревне под Подольском, где ему уже подгоняли по росту форму. Беглица опознала отцовский сослуживец и отправила обратно. Во время учебы в Калужском педагогическом институте занимался в драматическом кружке под руководством Зиновия Карагодского. Играл в волейбол, после назначения Карагодского главным режиссером Калининградского областного драматического театра. Год выступал на профессиональной сцене. В 1956 поступил в ГИТИС. Курс А. Гончарова. По окончании института был приглашен в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, главным режиссером которого был Борис Авенских. В спектакле-концерте, поставленном Равенских, Барашков исполнил песни «А у нас во дворе» Аркадия Островского на стихе Льва Ашанина и «Хотят ли русские войны» Эдуарда Калмановского на стихе Евгения Евтушенко. В середине 1960-х оставил театр и стал солистом ансамбля Игоря Гранова «Голубые гитары». С 1966 по 1976 год работал в масс-концерте с ансамблем Е. А. Саварии вскоре начал сольные выступления. Визитной карточкой певца стала песня Александры Пахмутовой на стихе Николая Добронравова и Сергея Гребенникова «Главное, ребята, сердцем не стареть». Примечательно, что он был первым исполнителем этой песни. Голос Барашкова – небольшой баритон приятного и сочного тембра. Однако вокалу Барашков профессионально не обучался. Пел без кантилены, диапазон голоса небольшой. В его репертуар вошла песня из кинофильма «Белое солнце пустыни» – произведение Владимира Высоцкого, Юрия Висбора и других советских бардов. В 1985 году Лев Барашков подготовил концертную программу «Наполнием музыкой и сердце» по произведениям Юрия Висбора. В конце 1990-х создал несколько музыкальных программ, составленных из песен прошлых лет. В период с 1959 по 1974 годы сыграл пять ролей в кино. Записал песни к кинофильмам «Тишина» и «Неуловимые мстители». Был женат на актрисе и балерине Людмиле Барашковой. Бутяниной. У них родилась дочь Анастасия. Умер 23 февраля 2011 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 23 участок.